Привет, моя любимая инстат-семья! Я уже выгляжу лучше, потому что пошла на поправку. Остался только кашель, и то не такой сильный. Я уже хотела делать повторно флюорографию, потому что просто задыхалась, тем более, когда перед сном просто этот кашель, он не заканчивался, меня разрывало, просто разрывало, как тузи-грелку. Короче, сейчас я уже себя чувствую более-более лучше, мой огурец. Прямой эфир, куда без тебя? А Сонхина? Я тебя напою сегодня водкой, спиртом, и будешь, как огурец у меня завтра, ты поняла или нет? Ты же сказала, ты никуда не идёшь, струна! В смысле? Я тут уже нарядилась, сейчас отработаю. Посмотри, я нарядилась! Поняла? Ай, нет! Я делала носочки красивые, я нарядилась! И сегодня идём тыч-тыч-тыч-тыри-тыч! Вот, Оксан, скажи, пожалуйста, вот у тебя люди заметили, что ты поменяла свой стиль вообще в одежде, что ты по-другому выглядишь? Все сказали, что я очень красивая и с каждым разом всё лучше и лучше становлюсь. Вот я, честно, я от тебя прям кайфую! И у тебя та кожа, знаешь, ну, реально вот лучше стала. Расскажи, пожалуйста, секрет нам прыщавым. Вот видишь, я с прыщом сижу, расскажи секрет. Ну, вообще нету, у меня нету сейчас ни тонального средства вообще. У меня тоже есть прыщ, вон вылез, смотри. Видишь? Ну, это, ну, один, это ладно, но всё равно... Это после... После ПМС. Ну, всё равно, у тебя же как-то, ну, тоже была проблемная кожа. Я помню, вот у тебя какие-то то высыпания, то раздражения. А сейчас у тебя идеально есть. Ну, что я делала? Саня, протираю, во-первых, очень хорошее средство. Вот просто... Очень хорошо. Это каждое утро и вечер хлоргексидин. Ни спирта нет. Серьёзно? Серьёзно. Каждое утро и вечер ты умылась, утром и вечером протираешь после умывания, протёрла, а потом наносишь крем. Правильно подобрать крем именно нужно к твоему типу кожи. А... Чистку лица, соответственно, биоревитализация либо мезотерапия делаешь, и всё. Чё я делаю? Клея Борисовне. Вот сейчас опять поеду в Москву 25-го. Клея Борисовне, она мне быстренько всё сделала. А, и хорошо озоновую терапию делать. Вот сейчас у меня косметолог здесь вернётся и буду озончиком опять себя делать. А что за озоновая процедура? Это свыше 110 градусов, минус 110 градусов холода. И водится тебе по лицу. Холод такой. Он хорошо сбалансирует кожу, как бы подтягивает, убирает у кого проблемное с акне, вот этим борется всем. Вот. И... А я тоже хочу. Ну вот я тебе скажу, куда идти. Мы нашли тут девочку хорошую, косметолога у нас в Калининграде. В Калининграде нашли? Да, в Калининграде, да. Вот я ходила, делала у неё чистку лица, потому что я ж не могу каждый раз ездить в Москву как бы, да? Не всегда получается, поэтому надо и здесь их найти. Что ты думаешь по моему цвету волос, Оксана? Я вот сегодня выставила, у меня... я начала лазить в архиве своих сториз и увидела просто... Увидела свои... Своё лицо, когда я брюнетка, ну как брюнетка, шатенка, да? Не знаю, мне нравится, мне нравится, как у тебя сейчас. Стильно вот тёмная, когда ты брюнетка, мне не очень, а сейчас у тебя хорошо. Нет, не когда брюнетка, а если вот, например, шатенку покраситься, как ты думаешь? Нет, вот полностью, чтобы в один тон тебе делать, некрасиво будет. Некрасиво? Ну мне кажется, просто ещё пару раз моя... Слушай, ну ещё пару раз мне покраситься... Ну мне ещё пару раз покраситься и всё, у меня волосы отвалятся, я не знаю, что делать. Ну ты просто-напросто в блондинку не трогай, просто тонируй и всё. Вот как я же, я хожу сейчас просто, вот я отпустила свой цвет, да? А здесь я просто каждых два месяца, там каждых три месяца, я просто делаю все тонирование, просто тонировку наношу и всё. Ну смотри, у тебя есть сегмент рыжий? Нет, ну вот ты видишь у меня? Нет уже, этот волос выяснил. Видишь у меня? А у меня есть, и он вылазит после трёх... Значит затемни, значит затемни чуть-чуть, ну на пару тонов сделай темнее концы. Но не сильно прям тёмную делай себя. Нет, тёмную не хочу, вот как на фотке, я бы вот так сделала. Ну сделай так тогда, да. Уверена? Уверена? В Калининграде, да. В Гузе я смотрю, разрываем Калининград. Ага, такие разрывайщицы, слышишь? Мы идём сегодня на тусу или нет? Слушай, я не знаю, как бы погода в Калининграде, горнище полное, просто опять холодно, дождь. У нас тоже есть. Такая же, да? У нас тоже есть. У нас ливень был. Главное, что тепло. Ну тепло. Гроза уже была у нас. Майская гроза. Офигеть. И как-то, знаешь, ну я ещё немножко кашляю, вот, плоховато я себя, короче, чувствовала. И не знаю, стоит идти гулять. Не дай бог я опять, ну-ка, покупаю с новой силой. Мы тебя водочкой, короче, берём 100 грамм водки. Водочку пьём, да. Туда мы перца добавляем. Ты, короче, за опом эту херню выпиваешь, и завтра ты будешь как огурочек. Поняла? Оксан. Да. Мне кажется, мы уедем в БСМП, или как там это, больнице называют, с ожогом горло. Не-не-не-не. О чём ты? Даже у подписчиков спроси, кто знает, что при болезни можно лечиться? Прямо есть даже, даже есть это, как его, украинская водка с этим, как она называется? Оксана, ну когда ты говоришь, я налью тебе водки и на херачу сюда перцы, я ж понимаю, что на херачу это не так, как надо. Чайную ложечку, чайную ложечку. 50 грамм водки. На 100 грамм водки и чайная ложка. Всё это перемешивается, короче, и за опом выпивается. Всё. Ну ты будешь потеть, конечно, как не знаю кто, понимаешь? А, ну нормально, вы решили со мной погулять, короче, чтоб я потная, вонючая такая была, да, подмысить. А то ты завтра будешь огурцом, зато рядом с нами никто не будет, Гозя. У нас будет свободный танцпол. Да, видишь, он тебе пишет, есть такое, действительно так лечится. Я ж тебе говорю, это русский бабушкин народ. Да, я знаю, но я знаю, что под перцовочку хорошо, но не так, что... Ещё мёд, ещё мёд, водка с перцем, правильно, вот, я ж говорю, Гозис, все об этом знают. Только ты и деревню не знала. Просто. Я собралась завтра с детьми на амультик «Фикачу». Какая водка? Ага. А ты не забыла, что я завтра в Меге в 13.00, Саша и я? Мы в Меге завтра. Даём консультацию на 2019 год, как красиво одеваться. И я вот как раз буду там рассказывать, кто в Калининграде живёт. Девочки, приходите, вход бесплатный. Мы будем рассказывать про наши тренды этого года, и как выглядеть красиво, не иметь много вещей в гардеробе, основные какие-то вещи. И как можно это компанировать? Оксана, почему вы с Сашей ещё не помогли мне? У меня шкаф ломится, мне одеть нечего. А вот ты завтра приходи к нам, пожалуйста. В 13.00 мы тебя ждём, торговый центр «Мега». Я звезда, мне надо так, чтобы меня одну учили. Придём к тебе звезда, значит мы придём. Вы ещё не пользуетесь магазином «Александр Гозя», значит мы идём к вам. Охахахахаха. Охахахаха. Кстати, очень хорошая реклама, спасибо, Оксан. Охахахаха. Охахахахах. Должна быть. Девочки, у меня хорошие скидки перед новой коллекцией, так что… Да, да, да. У Гозе… Заходите в Гозе-с-шоп. Да, если хотите выглядеть как мы, то это все Гозе-с-шоп, пожалуйста. заходить и на что у меня все те же вещи только дешевле ну конечно зачем переплачивать когда можно купить подешевле хорошего качества и правильно ее одеть я всегда говорю что у женщины не самое главное чтобы кофта либо штаны были брендовые самое главное чтобы часы были брендовые а аксессуары ювелирные должны быть брендовые это кольца должны быть брендовые да там это обувь должна быть брендовая сумка брендовая то есть наши кольца они просто фуфло да обычно это хорошая ювелирка должна быть понимаешь не фуфлышная как бы там какой-то не пойми чего понимаешь чтобы это был хороший бриллиант это хорошее золото должно быть понимаешь и я имею ввиду что если у тебя вот эти вещи есть то вот и как бы обычную кофту может вот этим всем обыграть его и люди все будут думать как у себя на бренде а в действительности просто купила кофту увозят шоу да больше почему она хорошая будет по низкой цене я имею ввиду зачем переплачивать больше когда можно хорошую купить но не брендовую но аксессуары будут говорить за совершенно по-другому вот и все тебя с рапунцель уже сравнивают что ты не трампунцель говорит что я бренд дома 2 я не говорила у меня была песня я буду звездой на реалити шоу так что ребят не надо я была звездой на реалити шоу и есть до сих пор так что не надо так что рапунцель это она повторяет за мной я не как рапунцель у меня такого идиота димочки нету когда который ослик как ты его назвала ослик ослик да димка рапунцель ослик почему да ну он как ослик она его дергает за веревочки поняла он как ослик такой слушай ну я бы мечтала о таком ослике подожди ага а стрункина ушла потому что встретила как я помню по ее историям по ее историям замеси встретила свою любовь а я ушла из дома 2 потому что ну во первых я устала во вторых я наверно перерасла до ума и как то так сашка приветик привет ты куда едешь а я еду на работу нужно работать на моде у меня со звуком не знаю не знаю ребят плохо слышно но может быть ладно мне там уже звонят по работе пишут по работе я вас всех люблю я вас всех уважаю всем хорошего дня хорошего вечера до встречи